Приветствую, дорогие друзья! Ровно 30 лет исполнилось в этом году в нашей программе спортивной, которая была основана 30 лет назад, благодаря Александру Приходько, Владимиру Дедкову и Валерию Гроссману. За это время, за 30-летие, вышло около 4000 программ. И это был золотой период жизни спортивной нашего города и области, потому что были воспитаны известнейшие в мире спорта. Это прыганы на батуте, это наши боксеры, кейк-боксеры, грибцы, это представители художественной гимнастики, парусники. Перечислить можно очень много их, фрестайл, но в общем очень много, потому что в самом деле было о чем рассказывать, и каждый вечер, каждое утро мы рассказывали о достижениях. Но в прошлом году прошли Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, а раньше наша команда Николаевской области была очень хорошо представлена на этом уровне, но в этот раз скромно. И вообще очень скромно выступила сборная национальная, в отличие от параолимпийцев, которые завоевали более 100 медалей. Ну вот, говоря о нашем периоде очень сложном, стоит вопрос, как же быть дальше? Почему сборная Украины заняла позицию очень далекую от лидеров? И поэтому возникает очень много вопросов. Не случайно у нас сегодня в гостях известный в городе человек, мастер спорта по футболу. Играл в свое время судостроители, директор детско-спортивной школы номер 3, одной из старейших в нашем городе и Украине, депутат Горсовета Сергей Иванович Жайворонок. Я рад в нашей встрече, вы так сегодня обновились, вид у вас замечательный. Как вы думаете, вот как представитель Горсовета власти и в то же время руководитель спортивной организации, что надо сделать для того, чтобы шагнуть, сохранить позиции, которые были, и идти вперед с надеждой и с оптимизмом? Ну, добрый день. Я, во-первых, искренне хочу вас поздравить с 30-летием вашей программы. Очень радует. Ну, я как директор детско-спортивной школы, у нас в этом году тоже юбилей. 60 лет назад был первый выпуск детской спортивной школы. Два раза старше. Ну, да. Поэтому это праздник, действительно. Ну, проблемы спорта, их, наверное, всегда можно решать, приходя к общему знаменателю. Потому что, действительно, в нашем городе на сегодняшний день 14 детских спортивных школ и 3 школы Олимпийского резерва. И город Николаев всегда был кузницей спортивных кадров, начиная и от батута, и фехтования, и футбола, и художественной гимнастики, и легкой атлетики. Поэтому у нас очень всегда был принципиальный город по отношению к спортсменам. И всегда мы, у нас были и кандидаты, и были, и есть, и участники чемпионата Европы, мира, Олимпийских игр. На сегодняшний день, и уже вот за последние два года, руководство города относится к развитию спорта с пониманием, и всегда находит те денежные средства, чтобы развивался спорт. Если взять конкретно нашу школу, это о спортсменах, я ее принял в 2010 году, и это действительно было раньше центральный стадион, на Чегрина 45, который находится. Детская спортивная школа номер 3, я являюсь также выпускником 69-го года. Не Владимир Ивановича Восковского? Да, как говорится, метро, который воспитал очень много прекрасных футболистов. И с ним работал Станислав Васильевич Байда, заслуженный тренер Украины. Он и по сегодняшний день у меня работает в детской спортивной школе. Такие воспитанники школы, как Аверьянов, Граковский, Олефир, и многие другие ребята. Я вспоминаю, когда выпуски у нас со школы были, там, 66-й, 7-й, 8-й, 9-й. Аверьянов был чемпионом Европы. Да, чемпионом Европы. Лысенко Виктор. И всегда выходило так, что, когда отделение футбола заканчивали выпускники, от 5 до 10 человек как-то расходились по командам мастеров. Проглашали не только в судостроитель, и в другие города Украины, там, и бывшего Советского Союза. Сергей Иванович, вот ваша школа является оазисом художественной гимнастики. Вы пришли чуть позже, а вот в 2004 году Юлия Чернова, составе сборной нашей Олимпийской, выступала в Афинах, и тогда очень здорово на выступе, но, оказывается, у вас есть продолжение. У нас два года назад Ольга Михаличук входила в сборную в Украину, и они заняли на чемпионате мира шестое место. Это тоже показатель. И действительно, в школе раньше было и легкая атлетика, и бокс, и футбол. Художественная гимнастика в школе реорганизовалась или организовалась в 1977 году. И тогда впервые девочки, 16-летние девочки участвовали в чемпионате, как говорится, они были обладателями 12 золотых медалей. Это стартанули они, как говорится, показатель. И 1977 года, я вот когда в 2010 году пришел в нашем прекрасном спортивном зале, который замечательный зал, мы входим даже в пятерку тех залов Украины, которые имеют такие именно для отделения художественной гимнастики. Я когда в 2010 году принял школу, у нас было отделение футбола, и по сегодняшний день отделение художественной гимнастики. Было 240 детей. Это примерно, ну половина их было, что отделение футбола и художественной гимнастики. Сейчас на сегодняшний день у нас 580 детей. Это увеличилась численность. Да, я когда принял этот, как говорится, детскую спортивную школу, было неуютно, было хаос, грязи очень много. Я только 2 года занимался вывозом мусора и так далее. Крыши ремонтировал. Создал условия для того, чтобы у нас в школе приходили дети. Я чего и говорю на цифрах. У нас почти в 2 раза увеличилась численность спортсменов. Вот. И я когда пришел, отделение футбола не играло 15 лет на чемпионате Украины. Я поставил перед отделением футбола задачу, перед Байдом, Милюкиным, чтобы мы через год играли по первой лиге. У нас только 2 школы были. Футбольная это Торпеда и Николаев. И мы по сегодняшний день и играем в первенстве Украины по первой лиге. По сегодняшний день. И в призерах идем, как поставленная задача. У нас в городе Николаеве 3 прекрасные школы. Я еще раз могу восстановиться, что действительно город Николаев был кузницей футбольных кадров. Это на сегодняшний день футбольного клуба. Из Дишор команда играет по первой лиге. Третья школа и пятая школа. Мы играем. И у нас есть также прекрасные футболисты, которые мы в том году у нас с нашей школы перешло команду мастеров. Взяли 5 человек на просмотр и так далее. Дальнейшая судьба. Они как-то там играют и так далее. Но сам факт, что у нас действительно много отделения футбола. Футбол должен быть в городе Николаеве. И я всегда говорил, что футбол в городе Николаеве, в высшей лиге может быть очень тяжело. Но первая лига, которая приходит у нас, болельщики с пониманием приходят, любят футбол. И для города Николаева должна быть обязательно команда высшая. Тогда надо напомнить, что мы можем повторить успех 1969 года, когда вышли в полуфинал. Ну а теперь ведь стоит делать всего лишь один шаг, чтобы быть в финале. Нам соперник пока неизвестен. Хотим Днепр. Ну в общем-то, учитывая, что пополнение у нас зарубежное. А чего они, шахтер или Динамо Киев? А, нам все равно, да? Все равно. Но все-таки, говоря вот сейчас о проблемах, надо сказать, что у нас состоялось очень хорошее новоселье. И новый зал фехтовальный в Парке Победы символично. Надежда там, мы надежды возлагаем на баскетбол, который пока скромно выступает. Но вот в Парке Победы составился первый чемпионат впервые. Чемпионат страны по фехтованию. По фехтованию, да. Обновили зал, 8 дорожек и показали, что на высоком уровне фехтовальная школа города Николаева. Но вообще проблемы у нас очень своеобразные. Александр Абравенко признан лучшим лыжным акробатом мира по итогам прошлого года. А трамплина нет. Разрушается база. И в то же время, вот смотрите, Лена Буряк только что выиграла зимний чемпионат на тренажерах. Чемпионат Украины. Поехала в США, в Бостоне, выиграла первое место в мире. Получила золотую медаль и молоток. Не знаю, что там за молоток. Может золотой, но не знаю. В общем, какие перспективы можно связывать с тем, что депутаты будут поддерживать расширение, укрепление базы? Потому что база, смена, вот это связано с этим. Ну, мы, депутаты городского совета, пониманием относятся, действительно, с реконструкцией или капитального ремонта всех баз в городе Николаев. И много делают. Управление спорта в том году много сделали для того, чтобы и депутаты помогали, и депутатскими коштами, и с местного бюджета помогали. Вот я остановлюсь, если на своей школе. Да, в том году принял на баланс детской спортивной школы мы стадион Варваровский приняли. Вот. И мы сейчас делаем там капитальный ремонт, пока на сегодняшний день, административного корпуса. Там же хотели рынок сделать. Ну, хотели, но этим вопросом занимался и депутат Бернацкий, чтобы отстоять позицию, чтобы действительно в том году, когда проводили мы там праздник, Дню Варваровки или День города был, я еще не брал на баланс, не передали мне на баланс детская спортивная школа этот стадион. Но по численности, когда великолепный праздник прошел, и действительно после этого я понял, что действительно нужна эта база, и я принял этот стадион, и мы сейчас занимаемся, как говорится, полную, и зимой работы продолжаются. И я думаю, в июне месяце мы уже административный корпус сдадим и перейдем к капитальному строительству футбольного поля. Мы планируем там постелить с искусственным покрытием. А вот такие кочки были, да? Вот, да. Ну, я когда в июне месяце того года заехал на стадион, это не стадион было, просто куча свалка была какая-то. Вот, но мы, как говорится, и с центральной администрацией сделали все невозможное, как говорится, для того, чтобы провести этот праздник. И провели праздник прекрасно, но сам факт, что мы сейчас занимаемся плотную вот этим стадионом. Я думаю, это я вспоминаю, когда еще я маленький был, и в США три тренировались, у нас был, как Владимир Иванович говорит, «Сынки, завтра поедем за рубеж». Это мне было где-то 8 лет, и мы впервые выехали, еще не автобусов было, до США была, как говорится, грузовая машина. Маты постелили, поехали играть в Варваровку. Ну, это за рубеж, да. Да, это за рубеж, через старый, еще помню, Варваровский мост. Это родина Павла Ивановича Худаяша. Худаяша. Так у меня в школе тренируется его уже правнук у меня, Худаяш, тоже с Варваровки. Ну, я смотрю, Сергей Иванович свою любимую тему избрал, и как на рельсу встал, тогда вот что обозначил. Буквально недавно отметил юбилей известный футболист Юрий Смакин. Вот ваш помощник Игорь Милюкин, 50 лет. Ну, в общем, получается, ситуация очень интересная. Но ведь вы возглавляете Федерацию футбола ветеранского Николаева, потом входите в состав Республиканской Федерации. Как идет процесс ветеранского футбольного движения? Потому что более преданных людей футболу нет. Уже как-то сейчас время такое, вы поиграли и забыли, а у вас остается навеки. Вот сколько вы сделали шоу с участием «Динамо». Мы ездили по всем районам, и это был суперпраздник высшего уровня. В 1985 году, я еще когда тренировал команду «Волну», вот я в 1985 году, и многие футболисты, которые закончили выступать в командах, мастеров, были просто оставлены сами собой. И тогда у меня появилась идея, на базе «Волны» мы собрали тех ветеранов и играли и первенство Украины, и первенство Советского Союза. Вот тогда пошло и в Николаеве зародился ветеранское движение. Сергей Иванович, вы не помните, что вы тогда были замдиректора? Да, я тогда еще... Возглавлядь руководящей должности? Да, было. И играл, и тренировал? Да, я закончил заниматься, у меня просто ситуация такая была, что в 1993 году, еще под флагом Эвиса, мы играли, ветераны, ветераны играли на Кубок Украины, и мы играли с командой Мастеровска-Одесса, и мы вели 2-1, и оставалось 7 минут, и проиграли 3-2. А у вас тогда был Владимир Иванович Вопачевский вдохновитель? Да, вдохновитель был Володя Заплатинский, и вот, да, это было, потому что мой генеральный директор, я был замдиректора завода, уже поставил передо мной вопрос... Трушляков, да? Да, Трушляков говорит, Сергей Иванович, занимайся конкретно производством. И потом так получилось, что я уже потом и в 1997 году директором завода был, но все равно в душе было, как говорится, та футбольная тема, которая по сегодняшний день не прекращает останавливаться. Это ветеранов, потому что действительно, я вспоминаю, еще мы с Владимиром Дмитриевичем Чайкой, 2002 год, вот, играли в чемпионате Украины. Как он вас заводил, а? Да, и он, и сам выходил на футбольное поле, ветеранов я вспоминаю, и когда вот это вдохновение, когда приезжают там 8 команд с Украины, из Днепропетровска, с Харькова, там, с Киева и так далее, и когда вечером, вот, вдруг какой-то там маленький банкет, и они друг друга обнимают и плачут. Вот, мужские слезы, это друг друга не видели по 30 лет, когда играли молодые, виделись. Вот это, конечно, нужно и приветствовать, и подстегивать, чтобы ветеранское движение, вот, я отвечаю за южный регион федерации, у нас ассоциация ветеранов футбола Украины, у нас президент Владимир Трошкин, вот, и я за южный регион отвечаю за развитие ветеранского движения, и также я в федерации футбола Николаевской области, я отвечаю за ветеранское движение. Мы проводим также первенство области, первенство города среди ветеранов, какие-то турниры, вот, у нас и, вот, на протяжении даже 10 лет у нас на покрова 14 октября, это мы в Александровку ездим, нас приглашают. Это Вознесенский район? Да, Вознесенский район, мы вот на протяжении 10 лет, вот, когда вот, это уже и многих футболистов нет, там, Саши Диденко, и это он с Александровкой, он меня и за волну играл, вот, поэтому, так мы по сегодняшний день. Это же его сын в Черноморце был? Да, 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 это его сын в Черноморце, он там в Ворсе, в Ворсе был, я имею в виду, играл из-за Ворса. Вот, поэтому мы ветеранское движение по сегодняшний день не забываем и стараемся его развивать, вот. Вот, если я продолжу по своей школе, что мы планируем в этом году, действительно по базам, это на сегодняшний день, конечно, хочется, чтобы дети приходили и футбольные поля, это наша, как говорится, бич в городе Николаеве. Вот, я когда пришел в 10-м году сразу на стадионе, построил площадку 22 на 42 с искусственным покрытием. Но она у вас не пустовала. По сегодняшний день у меня там и дети, за счет чего увеличивается, когда, как говорится, созданы более-менее, как говорится, какие-то условия для работы, тренировок, детей, количество детей увеличивается. Вот, я, вот, ну, в том году, буду так говорить, я построил на территории, я называю, дом футбола, вот, для отделения футбола, две прекрасные у меня раздевалки, душевая, вот, потому что, действительно, если в старой одной раздевалке... Так это при здании с вашим или в новом? Рядом, рядом, рядом у нас со спортзалом было разрушенное помещение. И два с половиной года назад я его начал реконструкцию делать. Давно у вас не было. И в том году я его закончил, прекрасные раздевалки, там, условия тренерские, судейские, там, душевая. Сергей Иванович, а ну-ка вспомните ваш звездный час, потому что, я думаю, вам часто вспоминается, в 70-е годы, Никополь, когда Евгений Кучеревский, несколько Николаевских футболистов вышли на очень высокий уровень, очень. Ну, после того, как мы в 1974 году были чемпионами второй лиги, это судостроитель, нас тренировал прекраснейший тренер Евгений Лемешко, и многие футболисты, и по сегодняшний день они работают тренерами, как Науменко, как Саша Чунихин, и многие другие, но многие уже их нет с того звездного состава. Вот, и в 1974 году, по некоторым обстоятельствам, футбольная команда, судостроитель, там, тренера менялись и так далее, и меня пригласили в Колос Никополь, тренировали также прекрасные тренера, Емец, Жизник, начальник команды был Жизник, Александр Емец, Женя Кучеревский был вторым тренером, вот, и он, как-то старался Николаева пригласить ребятами, и нас пригласили туда, Коля Рымболович, я, Дима Киселев, Володя Калошин, это прекрасные были футболисты, и мы тогда нас пригласили, и в 1975 году мы по Колосу играли, мы принимали участие в Кубке Советского Союза, вот, и стали обладателями Кубка Советского Союза, вот тогда нам и дали мастеров спорта. Вот сделаем такую паузу обозрительную, потому что мы давно не встречались, а, в самом деле, прошло очень много интереснейших событий, чуть позже о сенсации, а вот сейчас хотелось бы сказать, что наша дружная команда, представители кикбоксинга и ара кикбоксинга вернулись из Хорватии, где феноменально выступили воспитанницы тренера Елены Букаловой, 11 золотых медалей, фурор. Раньше они покоряли Италию, Францию, ну, а вот теперь покорили Хорватию, мы должны были с ним встретиться, но я думаю, перед 8 марта будет такая уникальная встреча, а и ара кикбоксинг, супер. Очень неплохо проходят соревнования по самым разным видам, наши представители по разным видам, это и борьба, это очень здорово выступили наши санбисты, шахматисты. Леся Цуренко взяла огромный вклад в развитие, для того, чтобы наша сборная Украины победила в большом теннисе сборной Австралии, вышли они в первую лигу, супер. Ну, а теперь маленькая сенсация. Дело в том, что Павел Ковпак, это сын известного тренера Игоря Даниловича Ковпака, он сам легкотлет. И вот он был, значит, в Киеве на сборах, должен был там участвовать в соревнованиях, но пришел в водороспортный на баскетбольный матч. И сенсация. Он, при том, что у него слабое зрение, участвовал в супершову бросать издали. И он попал в центре поля, я не знаю как, он уже не видел практически его. И когда он выиграл 60 тысяч, скромно, да? Ну да. Не долларов, но хотя бы наших. И он говорит, это поможет мне восстановить зрение и лучше бегать. Так что это вообще феноменальный успех. А вообще, Сергей Иванович, с каким настроением вы вошли в этот 2017 год? Очень сложные. Экономические положения, война. И вот как бы культура и физкультура на втором плане. Как выживать? Как делать для того, чтобы детишки могли обрести радость в спорте? Чтобы наши ребята были представлены на высшем уровне, как это было всегда? Ну, я понимаю так, что должна быть улучшена база все спортивная. Это номер один. Я вот продолжу. Действительно, в 2017 году, если брать детскую спортивную школу, поставлена задача такая, мы уже и проектную документацию уже подготовили. Я думаю, мы сделаем в первую очередь, потому что это все-таки был центральный стадион. Мы планируем заменить все ограждения, которые и по улице Чегрина, и по улице Садова. А ведь мы через забор прыгали на игры. Ну да, прыгали, я сам маленький был, прыгал. Заменить, как говорится, этот забор. Планируем построить перпендикулярно основному полю спортивную площадку 50 на 70 искусственным покрытием. Это уже вся проектная документация готова, уже сейчас находится на экспертизе. Вот это то, что, как говорится, под детской спортивной школой. Ну, как депутат я так же отношусь и с пониманием. Это здорово, что в некоторых школах так же и там капитальные ремонты идут. У нас и крыши вот эти злополучные, это в основном в залах там текут и так далее. Но все делается для того, чтобы, ну, сделать, как говорится, создать базу. Когда будет база, тогда и будут у нас и прекрасные и спортсмены, и в дальнейшем будут и членами сборной команды Украины. И мы будем отстаивать наш флаг. Ну что, дорогие друзья, завершается наша программа. Мы могли коснуться только некоторых сторон большого-большого спорта, развития детского. И благодаря Сергею Ивановичу смогли вспомнить очень интересный период развития, особенно Николаевского футбола, который сейчас на подъеме, я имею в виду его выступление в полуфинале. Поэтому, Сергей Иванович, я хотел бы к вам обратиться с большим пожеланием, оптимизма. И очень важная работа у вас предстоит подготовить к смене. Поэтому удачи вам, сохраните такой бодрый вид. И я думаю, с таким настроением мы входим в новый 2017 год, как бы сложно ни было. Спасибо. Все хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.